День добрый, на связи Емко Бацкий! Сегодня мы продолжаем с вами проходить интересную, прекрасную, замечательную группу по однознам Кэжмэн Дикотчу, Кортекс Хэйс Б. И сегодня у нас с вами на подходе последний. Да, мои дорогие друзья, мы долго к этому шли, мы долго этого ждали. Сегодня у нас на подходе с вами последний, 25-й уровень Spaced Out. Ну, так-то 26-27-й, вот это последний уровень по справедливости, ради по счёту. Но, по сути, это у нас с вами последний уровень. К тому мы ещё будем возвращаться, но сейчас, собственно, всё и закончится. Мы возьмём сейчас последний кристалл, две белых крутилки. Я так понимаю, одна за Hardway и другая за сбор всех ящиков. Ну, что, погнали. Или не за сбор, стоп, не... Если я сейчас ничего не путаю, я помню, что в третьей части есть одна штучка, один белый кристалль, который надо брать за сбор с помощью цветных дорожек. Там была дорожка, но будет, мы с вами увидим это у нас на канале, когда мы дойдём, мы третьей части тоже будем проходить после второй. Там вы увидите... А что именно вы увидите? Вы увидите, там дорожка будет в конце, где из всех собранных нам имени Гема открывается цветная дорожка. А, ну вот, кстати, она. Да. То есть, смотрите. А, тут она, значит, тоже есть. Наверное, здесь, да. Сейчас мы по синим дойдём, потом дойдём, там будет жёлтое и так далее, по порядку. В таком хронологическом порядке, в котором мы их должны были брать по уровню. Первый был этот Turtle Woods, как вы помните. Вспоминаем, да? Освежаем по ветке. А, ну, наоборот, сработал, надо было не так, ну ладно, ждёмся. Ничего, он будет, в принципе, несложно, это тоже несложно. Нет, это я знаю, что она пожигает, это просто счёт, это даже как-то и нет, не брать, не знаю, что у нас так задено, но задело. Это не суть, у нас сейчас. Атачокжект работает, это главное, то есть, мы не сказали, мы же попали мне. Ладно. Окей, что я могу сказать. Всё, ну, последний уровень можно поностальгировать. Свердились ради, я ещё, как уже говорил ранее, я ещё раз скажу, что уже, как уже говорил ранее, да? Там у нас будет с вами уровень, где мы потом будем проходить заново. То, по-моему, понятие, где там мы прошли всё, Хардвей, да? А после Хардвея нам ящиков не дохватило. Значит, надо будет дойти, пройти вперёд, там всё это собирать, потом вернуться в Хардвей и на нём закончить уровень. Да. Да, на синенькую крутилку установим, селить им. Угу. А! Хотел тот приём с подкатом, чтобы их проскочить сбоку. Помните, как я туда огибал, где пурпурный гем убрал? В частности, коробочки эти. Так же и тут хотел схитрить. Но не вышло. Точнее, оно как бы вышло по стандарту, просто я почему-то по инерции продул. Ну ладно, давайте не будем это, просто погнали. Последний уровень, он самый сложный. Последний бой, он самый трудный. Да, мои дорогие друзья. Мы скоро заканчиваем, заканчиваем проходить эту прекрасную, эту замечательную игру под названием Crash Bandicoot Show. Заметьте, я тут не про каждую игру говорю, а только про те, которые этого заслуживают. В серии Crash этого явно заслуживают. Это даже как бы не обсуждается. А вот почему мы... Все в порядке. Да, зеленая гема, теперь дальше продолжаем путь. Наш с вами. Угу, я, например, тогда с помощью суперпрышка бы не допрыгнули. Блин, мы это все еще за один раз должны пройти, без ошибок. Ну ничего, справимся. Я думаю. Я надеюсь. Подумать тут будет на чем. Как я говорю, самая сложная дорожка из всех наших гемокладцев. Если мы хотя бы одну цветную гему пропустили, мы туда уже бы не попали. Самые дорогие друзья, до конца не дошли. Крутилку бы там делать тоже не получили. За гемвей. Ну знаете, есть там Hardway, есть мелкие, есть... А есть гемвей, да? Я играю со словами. Мои дорогие друзья, я люблю играться с лайм, вы это знаете. Да. Ну если что, я говорил не про какое-то там, например, кондитерское изделие сейчас, а то подумаешь, что это реклама. А про Млечный Путь, Галактика, все дела. Ничего мы не рекламируем. Ах ты ж! Сотой секунды не хватило. Печарь. Ну давай, 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 давай. Мы же туда так не запрыгнем с подкатов, понимаю. Конец близок. Мемента, я вот так попрекал, что со словами продолжу играться, да? Мемента гейм-овер, да? Помню о конце игры. Как бы, в смысле, не прозвучало. Там еще этот... Может, прием реально с подкаткой. Ай, что я стою, ее надо было... Макс, ты че? Соберись. Масочку нам дали. Ну если что, масочка в тот момент простит, если мы ее раньше не потеряем. Маска тут много прощает. Не все, но многое. Например, падение вниз, там воду еще куда-то она не прощает. Вот это вот она не прощает, например, случайно. Кнопка залипла, что ли. Вроде, ну ладно, бывает. Ничего, справимся, мои дорогие друзья, справимся. Мы со всем справляемся. Ай. Конечно, хотел проверить, так-то мы не достанем. Нет, к сожалению. Соответственно, через нее. Это сложная дорожка, поэтому надеемся, так и столько и зависаем. В принципе, это нормально. Причем она нас все равно раздает, заметьте. Нас не скинет, она нас раздает. Если мы под нее попадем. Вот такая вот у меня для вас информация, мои дорогие друзья. Attach Object тут неплохо работает. Это хорошо. Ну, знаете, в некоторых играх, например, остановишься на какой-то объект. Объект движется вперед, а ты остаешься на месте, твоя позиция не меняется. Хотя должен двигаться синхронно с объектом. Там, значит, нет такой функции, как Attach Object. Да. А где она есть, таких проблем нет. Ну, тут есть Attach Object, как вы видите. Прикрепление объекта, условно. То есть, когда движется сам объект, по которому мы с вами двигаемся, то мы тоже двигаемся. А если эта функция не используется, то, понятное дело... Издеваетесь. Да, на желтый теперь. Кстати, даже, наверное, не в том порядке, потому что зеленая, помните, где было? Не, а лопал, издеваетесь. В принципе, сейчас уже ничего сложного, не просто, чтобы нас не обремяется, как полагаю. Красная теперь. Красная, по-моему, вторая была. Что за звуки там? Ага, на щит наш пытаешься сбросить. Улетай. Фух. Маска нас, однако, спасла. Последняя пурпурка. Прям аж к концу уровня. Где нас поджидает вот эта вот белая гема за Hardway, так сказать? Ну, не за Hardway, так сказать. Hardway это когда черепок с костями, когда он должен пройти, ни разу не умерев. А это именно Gameway. Я так называю, это лично моя триминология. Я считаю, что так будет правильнее. Way, путь. Hardway, тяжелый путь. Понятное дело, Gameway, путь из гем. Ну, каменный путь, можно не... Драгоцветный путь, я бы сказал так, да? Играть с вами. Путь из камешков. Обычно нам даже и не дали, кстати. Но мы за один присест. А, думаю, справимся? Мы справимся? Да, справимся. Сейчас просто пройдем уровень, соберем все ящики без того ответвления. Там ответвления нет, там даже маску дают. Или она у нас и была? Не помню. Нет, у нас отняли ее, по-моему, ее дали. Потеряли. Вот просто дали на халяву ее, вот халяву потеряли. Важная такая вещь, как ценность. Ценность чего-то. Ценность того, что ты сам заработал тяжелым трудом, или, например, то, что осталось на халяву. Я вам расскажу одну историю. Кажись, это из книги ненаучной фантастики, то бишь, Библия. Где-то там это было, это я точно помню. Кажись. Но, если это научный, это ненаучный фантастик, что там это все неправда, конечно, там многие эти. То сами мудрости и некоторые мысли там довольно здравые, я бы сказал бы, конструктивные. Вот там была такая вот история. Показатель. Да, что сын там бегает, значит, веселится, там что-то, ну, маленький ребенок, да, там бегает, балуется, берет, падает и ломает на вазу какую-то дорогую. И лаза разбивает. Ну, типа, мать, плакать, ну, не плакать, так и грустное настроение, чуть ли не плачет уже, ну, так, ваза жалко, дорогая, да. И отец не подходит, типа, этот, он так спрашивает, типа, а что она, типа, так это грустит-то, в чем дело-то, собственно. Ну, как, эта лаза очень дорогая. В каком плане дорогая, так удивляется ребенок. Ну, типа, думает, маленький еще, не знаешь же ценность деньгам, деньгам и прочим, и думает, что, ну, просто так, типа, да, как данность. Да, взяли, по-моему, твою жизнь мы там. И отец говорит, значит, тебе надо учить ценности денег. Ты провинился, иди заработай, там, золотую манерку, золотой пятак, допустим, чтобы покрыть, как бы, вазу ценность, ну, допустим, стоимость вазы, вот этот пятак и есть, допустим. Блин, зачем я это сделал? Ну, ну, сын пошел, как бы, работать не хочется, хочется схалявить. Не забываем, в какой стране это было написано. Все это, кстати, в хорошем смысле слова, даже, можно сказать, это еврейские мотивы. Работать не хочется. Если я не путаю источник, может быть, я путаю. Ну, понятное дело, мы ничего против евреев не имеем. Еврейский народ достойно уважения, довольно тяжелая его махострадальная судьба. Вы это понимаете. Ну, да, вот, договорю мысль до конца. И хочется схалявить, да, отдохнуть все равно. Ну, не хочется, не хочется работать, посмотрел на труд, да, видишь, что там тяжело, надо работать, париться, все дела, да, пошел, ну, нафиг. Подходит там к дедушке, дедушка, дай монетку, держи, внучка, монетку дал. Подходит к отцу, дает, вот монетку, да, типа, я заработал. Отец берет, бросает эту монетку в камин, раскаленный, да, в огонь. Типа, говорит, это заработал, не ты, иди заработай сам. Потом, ну, типа, этот, пожал плечами, пошел, входит, да. Потом подходит там уже, на этот раз, не дедушка, а там какого-нибудь, не знаю, там, дядюшки, неважно, но тоже какого-то родственника, да. И говорит, там, допустим, там, ну, грубо говоря, адаптируем. Дядь Витя, дай монетку, там, да, ну, держи, как бы, некритично, дает ему монетку, да. Подходит, ну, то, что это родственник, кузен, где, неважно. Подходит, говорит, вот, я заработал. Он говорит, ему опять, он ему опять говорит, а это не, ты заработал, иди заработал, сам опять берет монетку, бросает раскаленный огонь. Мама, опять, пожалуй, причеме, удивился. И так думаю, сидит, блин, его не приведешь, выпрашивать, попрошенщик тоже нехорошо, наверное, да. Берет. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, мои дорогие друзья, ой-ой-ой. Хотя, может, нет, все правильно. Надо туда, надо будет этот момент сейчас бонусный уровень перепройти, потому что туда мы не запрыгнете, я ящик не сломаю. Потому что если мы не сломаю, то все. Ну, вы знаете, это. Да, ну, понял, что отца не провести. Идет, сам работает, тяжелый труд там, зарабатывает, корчится, мучается, но зарабатывает. А-а-а, не прокалит такая халявка, можно сбоку тоже попробовать. А то нет, сбоку, наверное, не хватает достояния, но не суть. Ладно, вернемся к истории. И, значит, в итоге все. Идет, работает, работает, тяжело, пыхтит весь день, мучается, получает эту монетку, да, зарабатывает ее сам, в конце концов. Да, можно так все-таки сфитрить. А сюда можно так запрыгнуть? Нет. Что-то я не совсем понял, а как я... Ну, потому что ящик же тот раз сломался, у меня есть одна извращенная идейка. Да, она сработала. Теперь сюда. И ящик этот, осторожно. Да, вот так вот. Подходит к отцу, кэтсет изработанной честной трубой монеткой. Одесса ему говорит, это не ты сам заработал, иди заработай сам. Берет монетку и бросает в огонь. Раскаленный камень, да, представляете? Малый берет, просто бросает, ай, ела-пала, деньги, как же так, типа трудился это все, берет, в камин лезет за этой монеткой и жжет руки аж, да? И тут одесса, ну прям, даже не говоришь, что он сам работает, просто берет сразу же, сам инстинктина уже даже чуть ли нет. Бросается в камин, жжет руки, достает монетку. И тут ему отец говорит, вот теперь я вижу, что ты познал ценность денег. Потому что, понимаете, что мораль сей басни? Что деньги чужие, они как бы и не ценятся. Ну, дали монетку, выкинули львовой, а, ну, сходи, с ней, пойду дальше, еще какую-то попрошу. Еще раз выкину, ну, хрен с ней тоже, да? Может быть, сам заработаю, но все равно, как бы, саму ту монетку не жалко. Да, проскочил, я думал, не прокатит. Ну, ладно, нам же на руку это. А когда сам заработал, берез, что бросаешься в камине, жжет руки. Потому что свои деньги заработают тяжелым трудом. Вот такая вот мораль басни. Довольно мудрая, я считаю. И показательная. Нет, там уже конец уровня был. Можно же и так, в принципе... А, ну это... Елопало. Ну, может быть, и не конец уровня, но уже близки к концу этого уровня мы. С вами, мои дорогие друзья, девочки и мальчики. Так что, мораль сей басни такова. Последний кристалл мы взяли. Яички поломали. Ничего. Сейчас закончил. Все, что мы должны это все закончить. В следующей части будем показывать уже сами первую обычную концовку. Потом у нас будет еще одна часть, где мы будем проходить этот уровень, где мы взяли белую крутилку. Потом мы будем сами показывать дополнительную концовку. Так сказать, типичную. Пошел он. Ага. Типа мы не заметить должны, что нас лазер смотрит и типа наступить туда. Ну, ничего там нет. И мы ничего не пропустили. Отлично, мои дорогие друзья, мы заканчиваем эту часть уже. Все взяли. Все взято. Вообще у нас теперь все кристаллы взяты у нас, да. Все белые крутилки взяты, кроме одной, которую нам потом надо будет вернуться взять, чтобы показать вам концовку. А уровень 25 и спейсет аут пройдена полностью на 100%. Дамы и дорогие друзья, мы его прошли. Взяли две белых крутилку, одну за полноценный гейм-уэй, один кристалл-прост за прохождение уровня, одну белую крутилку за сбор всех ящиков, за их разбитие. Ну что, Холик. Мой план удался. Теперь ты вон. Крэш, бандикут. Не понимаю, что происходит. Крэш, беда. Кортекс собирается использовать кристаллы, чтобы собрать всю энергию планеты. Он выслал супермощный эскорт, чтобы захватить мир. Не отдавай ему кристалл, пожалуйста. Ну ладно, ладно, только потому что ускоряю, а ты сказала «пожалуйста». А тут она вроде не сказала. Типа, это так неожиданно и непредсказуемо. И так он мог бы ему говорить, чтобы окончательно кто еще сомневался, что неокортекс злодеи, типа, чтобы окончательно бить лифт. Ну я говорю, в принципе, в игрушку, в частности, играть не только такие взрослые дети, как мы с вами, мои дорогие друзья. Может быть, детишки тоже играют, да? Ну и чтобы никаких вопросов окончательно оставалось, все вот так вот сделать довольно, может быть, чем-то упрощенно. Ну что, мои дорогие друзья, мы прошли с вами практически всю игру. Нам осталось, видите, что 25 из 25, все цветные все взято, а только 41-42. Да, мои дорогие друзья, мы заканчиваем эту часть. Мы прошли уровень спейса, да, вот все взяли на нем. Вообще у нас все взято здесь в игре, кроме одного вот этого вот белого кристалличика за сбор всех ящиков. Мы в следующей части посмотрим стандартную концовку. Ну и, понятное дело, потом мы с вами вернемся в 21 уровень, возьмем белую крутилку, это уже будет после следующей части, да? И после-после следующей части мы посмотрим дополнительную концовку. Ну что, на связи был МК Аватский, всем спасибо за внимание, всем пока!